Привет, друзья! В этом видео я покажу вам подборку монет по 5 копеек и посмотрим по годам, какие из них сейчас ценные, особо редкие, а какие не представляют, конечно же, никакой ценности. Вот у нас есть такой каталог Максима Загреба, где указаны все-все-все монеты 5 копеечные и можем посмотреть, конечно, даже определенные цены за конкретные монеты и я вам покажу, какие у меня есть в коллекции. Также одну из монет я выставлю на аукцион на Виолити и посмотрим, сколько сейчас она в такой вот кризис наберет на продаже. Вот, ну что ж, давайте поехали. Сейчас у нас монета 5 копеек, она выведена из обращения, то есть они не принимаются в магазинах, но их можно еще сдать в банк и это здорово, потому что не все монеты предстоят какую-то нумизматическую ценность. Мы видим их по годам, сейчас вот в данном листе мы видим нередкие монеты, которые были найдены в обращении, но есть определенные, конечно, у них моменты, да, в плане браков и так далее. Вот, ну, как видим, начинается у меня с 2003 года. Монетка 5 копеек такая каталогом загребается не на до 10 гривен, если она в идеальном состоянии 2003 года. Дальше у нас идет 2004 год, чуть-чуть она у нас дешевле, до 5 гривен у нас эта монета. Понятное дело, это в идеальном состоянии. Если монета в среднем состоянии или коцаная, она неинтересна. Вот, 2005 год, вот эта монетка 5 копеек у нас, также она может стоить, ну, там 2-3-5 гривен. Вполне реально ее можно предлагать, если состояние у вас монеты приятное, хорошее, то есть она отлично сделана. Вы видите, как у нас значок расположен, мы еще видим, что эти монеты чеканились у нас национальным банком, монетный двор, который находился в Киеве. Я покажу вам сейчас монеты более редкие, более дорогие. 2006 год у нас, также там до 5 гривен. 2007 год, такая вот она, немножко бракованная, с наплывом металла. Ну, не думаю, что такая монета сильно будет стоить дорого, ну, до 10 гривен вполне реально в таком вот исполнении бракованности, да. Вот она без брака у нас, соответственно, немножко получше. 2008 год, также можно было найти в обращении, ну, в районе 2-3-5, до 5 гривен такие монеты. И если будут продавать, то, скорее всего, будут продавать набором, потому что довольно легко было их найти. 2009 год у нас вот так же есть. Вот, дальше у нас есть 2010 год, также, ну, в районе гривны 2 можно просить за такую монетку. 2011, 2012 и 2013. Так, это те, которые у меня есть. Еще и 2014 год. Давайте посмотрим сейчас следующий. Я вам лист достану. Ну, где уже более-более поинтереснее монеты находятся. Вот, тут вот из недорогих, там, 2014 год, которые просто так же с оборота. И переходим дальше к следующим монетам. Это 2001 год. Монетка довольно редкая. Она у нас встречалась в наборах, но также она встречается в обращении. Вот именно эту монетку я выставлю на аукционе. Ссылочку оставлю в описании. Как видите, довольно, ну, приличное состояние. Вот, и тираж, ну, заявлен, как 5000 штук. Ну, понятное дело, так как какое-то количество попало в обращение, их сделано больше, чем то количество, которое заявлено в наборах. Вот. Ну, официально вот так вот можно посчитать, как указано. Вот здесь, в районе 5000. Я написал на этой. Вот. Дальше в моей коллекции вот такая монетка. 5 копеек. Видите, надпись поворот. А какая особенность? Видите, разворот. Довольно интересно. Это брак, брак при чеканке данной монеты. Ну, я думаю, в районе до 100 гривен вполне можно просить, да, за такой вот, такой формат монеты. Может быть и больше. В зависимости от торгов, как наберется. Конечно, из таких довольно интересных, которые мне нравятся, и это вот довольно редкая, это монетка 5 копеек 96-го года. Она у меня сейчас здесь, в холдере. Хотя в идеале, я думаю, можно ее переложить вот в такой вот альбом регулярных монет. Он у меня еще не заполнен, то есть я не спешу. И как раз в 96-й год. Здесь у меня собраны из оборота чаще. Из оборота я не вырезал ни из каких альбомов. И вот 5 копеек сюда у нас разместится. Останется 1-2 копейки. Так что, если у вас есть 1-2 копейки, я с радостью вас приобрету, если хорошее состояние для коллекции. Так что эту 5 копеек, я думаю, мы разместим вот именно сюда. Вот. Давайте дальше смотреть. Это было 5 копеек 96-го года. Вот довольно интересная 5 копеечная монетка. Это из набора 2008-го года. Мне нравится этот набор. У меня его еще нет, кстати. Вот. Монета сделана в необычном таком вот формате чеканки. Видите, она очень сильно отличается по тому, как она выглядит. Это довольно уникальный способ. Сейчас, конечно, цены на некоторые наборы, монеты попроседали. Но я думаю, это будет не всегда. Так что сейчас отличное время покупать. Если, конечно, у вас есть хорошая стабильная финансовая подушка, обязательно приобретайте наборы и монеты для себя. Также переходим к следующей. Это наборная монета повышенного качества чеканки. Видите, как блестит зеркальное поле на монете. 5 тысяч штук. Пока есть, я не знаю, в каком формате размещать эти монеты. Они пока находятся у меня вот в таких вот белых холдерах. В принципе, можно их и перекладывать в обычный альбом. Но там эта монета 2011 года у меня есть в обычном состоянии. Я думаю, может, даже не стоит заморачиваться, перекладывать ее туда. Вот. Ну, значит, цену. Сейчас я напишу в комментариях актуальную цену на Виолиде, на эти 5 копеек. Давайте дальше. У нас 2012 также у нас редкий год. Монетка у нас из набора 5000 тираж. 2013 год. Видите, немножко съехала у меня в холдере. Уже тираж побольше 2013 года эта монета. 2014 год. Вот мы видим эту монетку. 2015 также она из набора. 2016 набор и 2018 набор. По этому делу в 2019 наборе уже у нас нет этих, соответственно, монет. Эти 5 копеек. Последние, которые выпущены в наборе. Вот такая вот коллекция монеток 5 копеек, друзья. Спасибо, что посмотрели этот ролик. Ставьте лайк и подписывайтесь на канал. Всем пока.